Это Николай Константинович. На ближайшее будущее мы можем представить, какова будет судьба учения в нашей стране, вообще на планете? Трудная. Почему? Потому что всё новое входит в сознание человека с огромным трудом. Потому что есть огромный слой невежественных людей, которые, в общем-то, всё время носом тычутся в землю и не смотрят туда, на небо. И на бытиё для них неизвестно, что это такое. Всегда новое мышление, а речь идёт о новом мышлении в связи с живой этикой, потому что есть и мышление XIX века. Это мы можем назвать социологическим мироощущением, на основе которого и вырос марксизм. который стал в своё время идеологией нашего государства. То начало XX века, начало духовной революции, принесло совершенно иные подходы к тому, что нас окружает. И в частности, социологическое мироощущение сменилось космическим мироощущением. Ну, так и что? Философы Серебряного века, художники, поэты, символисты и многие другие. Они гибли. Мы-то пока ещё не гибнем, нас не стреляют и пока нас в тюрьму не сажают. Но, может быть, они гибли. И на этом пароходе, когда вы возили этих философов Серебряного века и пустили, поезжайте куда хотите, а те, которые не поехали, тех сгубили в лагерях ГУЛАГа. Это же тоже, это тоже мышление. Потому что живая этика связана с этим, связана с теми научными идеями, которые проповедовал Вернадский, Чижевский, Циолковский. Посмотрите на судьбы этих людей. Они были очень тяжёлыми. И человек, который идёт, так сказать, и старается новое понять или внедрить в кого-то, он должен понимать, это путь всегда очень тяжёлый. И он энергетически обусловлен, потому что новое должно наработать энергетику. Энергетика в плотном мире, я имею в виду наш плотный мир, нарабатывается только в противостоянии. Через препятствия. Через препятствия. Если нет этого препятствия, нет энергетики, нет нового, нет продвижения. Вот трагическая такая закономерность. Но закономерность космическая для этого плотного мира. Для миров других состояний материи, более тонких по энергетике и по самой материи, будут другие закономерности. Но вот в этом мире это так. И если вы просмотрите историю человечества, историю культуры, науки, вы ведь увидите, сколько погублено тех, которые сейчас подняты нами на пьедестал. Сколько сгорело на кострах, сколько было убито, сколько было затоптано сапогами невежества. Так что вот тут или-или, если ты идешь, или ты сидишь спокойно и плюешь на все. Какой вы видите роль этого дома в будущем? Ну и сейчас, в настоящем? Ну, понимаете, мы... Задачу его? Вот задачей мы уже стали таким серьезным культурным центром. Вот у нас музей. Ежедневно приходят в этот музей люди. Вот у нас оптический театр. Туда тоже приходят люди. Приходят люди на наши лекции. Приходят люди на наши концерты. Они регулярно здесь организовываются. Вот рояль для этого в этом зале. Обычно это самый большой наш зал. Эти концерты здесь проходят. Мы сейчас будем организовывать детские студии. Мы проводим международные конференции. Мы вот хотим, чтобы как можно большее количество людей приобщилось вот к красоте. А красота, в общем, тоже энергетическое явление. Мы об этом говорили на конференции. Мы смотрели с вами вот неземные миры, земных художников. Это все красота. Это все энергетика. Вот то, что мы можем сделать, а нас, в общем-то, не очень много здесь, мы делаем. Рериховское движение, оно более широкое, чем вот мы тут. Но оно очень разное. Некоторые просто используют знамя Рериха, а на самом деле не являются таковыми. Ну, а те, кто являются, они тоже, как говорится, несут свой огонь в свои регионы. И вы, наверное, видели, карта у нас висит во флигеле, какое количество вот этих самых значочков, три круга в одном. Это рериховские общества. От запада до востока. Так что это постепенно растет. Но ведь было время, когда живая этика была внезаконно, так же, как и рерихи, идеалисты, белые мигранты и многое другое. И я помню, мы начинали этим заниматься в 60-е годы. И каждый из нас знал, что если будет известно, то могут арестовать. Вот вы видели, наверное, Инессу Федоровну Шумскую. Вот был процесс над ней. Как она может читать такие книги, как «Живая этика». Эти книги разоблачались, эти книги отбирались. Люди, которые этим занимались, исключались из партии, выгонялись с работы и так далее. Вот, пожалуйста, вот этот момент был. Ну, может быть, и по-разному повернется дело. Но во всяком случае... Как вы это видите? Но сейчас, сейчас, вот я должна сказать, я смотрю на все оптимистично. Конечно, ситуация у нас в стране жуткая, особенно экономическая. И многие такие вещи, и я сейчас о них не говорю. Но есть одно обстоятельство. Не знаю, то ли это сознательно, то ли это ввиду слабости еще государства и отсутствия государственной идеологии, которой все время стремится наше правительство. Отдаешь ему национальную идею, идеологию и так далее. Не знаю, что там будет. Вот, но так или иначе, сейчас открылось, так сказать, ну, возможности открылись к получению информации. Вот книги, которые мы сейчас читаем, вот философы Серебряного века, такие как Флоренский, Бердяев, Ильин, Соловьев и многие другие, мы же их не знали. Они были загнаны в подполье, они были запрещены. Теперь они здесь, они на прилавках магазина. Ученые их цитируют. Ученые открыли для себя целый мир свободной русской мысли. Так же и с живой этикой. Если в свое время мы потихонечку, секретно перепечатывали на ксероксе вот эти книги, у нас были ребята в одном институте, а на ксероксе в то время вообще все было очень четко учтено, и если там кто-то задержался из работающих на ксероксе, это уже целое дело. Так у нас ребята ночью рисковали, чтобы перепечатать это на ксероксе. Ну, много ли напечатаешь на ксероксе, в конце концов? Ну, что-то они делали. А сейчас наш издательский отдел издает это. Вот спокойно, это лежит открыто. Вот это прорыв. Будет ли он последовательным? Я лично сказать еще не могу. Могут быть, ведь как и космос, так и наше историческое бытие, оно же похоже на волны. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Для того, чтобы подняться более высоко, мы должны разгон взять, опустившись вниз, и скачать на гребень волны. И пошло опять. И в конечном счете, ну, средняя арифметическая, так сказать, линия, она идет кверху. Но идет вот не только через подъемы, но и через падение. Поэтому нужно относиться к этому спокойно. Может быть, это будет сопровождаться каким-то падением, каким-то снова зажимом свободной мысли, свободной информации, которой мы сейчас обладаем. Вот этот момент свободного мышления, он сейчас присутствует в нашем реальном поле нашей России, несмотря ни на что. И это одно из важных завоеваний, может быть, самое важное. Путник, собери все размышления о приближении к миру огненному. Путник, пойми, что не может быть иного пути. Путник, ты должен осознать огненный мир как нечто действительное и питающее жизнь. Путник, пойми, что твоя земная жизнь есть мало-малейшая частица твоих существований. Путник, прими руку водящую. Путник, не страшись взглянуть на врата света. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова